всех приветствую сборка 7816 перед вами профессиональное решение под кадовские программы по 3d моделирования в таких программах как автоках компас архикад и так далее там где вам недостаточно приобрести просто мощный игровой системный блок у вас почему-то что-то где-то подтормаживает ну а потому что nvidia умеет зарабатывать деньги и в профессиональных приложениях используйте технологии которые убраны в джефорсах от nvidia поэтому вам приходится покупать либо nvidia квадро либо есть альтернатива взять видеокарту от фирмы md radeon там еще преемственность есть nvidia квадро по большей части не отличаются от своих прародителей видеокарты nvidia geforce те же самые чипы и отличие у них по сути по сути только в драйвере да бывает там используется какая-то память с коррекцией ошибок еще что-то но основное отличие это драйвер и у nvidia квадро свой драйвер который позволяет на аппаратном уровне лопатить эти 3d жки причем видеокарта в современных игрушках будет примерно такая же как прародитель чуть-чуть будет слабее за счет того что nvidia квадро немножко зарезают по питанию иногда по битности чтобы эта видеокарта могла 24 часа в сутки лопатить и не косячить то есть взяли gtx 1060 на 192 бита 6 гиговку поставили сюда 5 гигабайт памяти для 3d моделирования то более чем достаточно урезали немножко шину 160 бит и получилась такая nvidia квадро п 2000 она же gtx 1060 причем в китае существуют продажи ну по крайней мере раньше были gtx 1060 на 160 бит 5 гиговки но туда драйвер от nvidia квадро поставить невозможно такие вот дела ну и опять же если вы покупаете игровой компьютер то переплачивать за nvidia квадро нет никакого смысла ну когда вы занимаетесь 3d проектированием у вас огромные объекты огромные то никакой rtx вас не спасет то есть все тормозит безбожно вы пытаетесь каждый слой открыть а он подтормаживает это вас неистово бесит и вы покупаете nvidia квадро такая вот видеокарта новая стоит порядка 60 тысяч рублей иногда к нам приходят не новые карточки и мы в сборке по весьма демократичной цене ставим и скажем так не чаще чем раз в месяц что-то подобное у нас появляется так что если ваш компьютер должен не в игрушке играть а проектировать крупные объекты вот этот системник это находка только благодаря тому что стоит вот это вот замечательная видеокарта по халявному ценнику но все остальное все остальное сделано таким образом чтобы вам его хватало очень очень намного плюс была возможность модернизации мало ли захотите вы из него сделать какой-то мощный игровой системе причем в играх это gtx 1650 на ddr5 памяти вот она 3334 попугайчика набрал gtx 1650 набирает 3500 а 1650 на ddr6 памяти 3900 rx 6400 кстати говоря набирает ровно столько же сколько nvidia квадро ну собственно это неудивительно было бы gtx 1060 полноценно набрала бы 4000 попугайчиков это позволяет играть во все современные игрушки на full hd разрешение ни в чем себе не отказывать но запустите к доске программы вы поймете за что вы переплатили процессор intel core i5 12400 f6 ядер 12 потоков скажем так вряд ли вам потребуется мощнее процессор и так это очень очень мощный 32 гигабайта памяти ssd накопитель на 250 гигабайт с интерфейсом nvme но так как у вас профессиональной задачи то вам нужен тот накопитель который помимо объема еще и сделает надежность это обычный жесткий диск и стоит жесткий диск на 1 терабайт фирмы тошева всю важную информацию сохраняет на жестком ну а windows все программы будут сохраняться на ssd накопителя кулер охлаждения на четырех трубках без каких-либо проблем справится с процессором при том что вращаться вентилятор будет так медленно что процессор так как процессор вообще не умеет греться памяти два модуля по 16 сумме 32 гигабайта причем на это платье в будущем можно поставить и 64 гигабайта ну мало ли ну и корпус корпус такой у нас продувной ardor gaming без каких-либо наворотов но максимум это подсветочка на вентиляторе который еще регулируется с помощью кнопки исполнение меж то есть переди сетка это обеспечивает идеальное охлаждение система ну и блок питания стоит сертификатом 80 плюс стандарт тот блок питания который гарантирует нормальное кпд блок питания чтобы он не грелся нормальную мощность ну и все те защиты которые нужны современным компьютер отказая так далее есть разъем sb30 есть разъем sb20 в этот компьютер даже можно поставить систему водяного охлаждения и самые самые мощные видеокарты которым будет достаточно этого продувного корпуса но сейчас никакого излишка здесь нет можно сказать что закаленное стекло нам не нужно но поверьте если вы выбираете хороший корпус то без закаленного стекла сейчас уже корпусов по сути не бывает но здесь такая вот дверка с легким доступом к железкам по деньгам этот системник вышел ровно пятьдесят семь тысяч рублей ну а если бы мы видеокарта привезли новые 100 постель он бы стоил примерно ровно сотку так что за очень вкусный ценник вы получаете профессиональное решение подкадовские программы